владыка благословите ваше преосвященство дорогие отцы братья и сестры сегодня мы поговорим о начале жизненного пути владыки митрополита местора анисимова который по праву назван апостолом камчатки итак 9 ноября 1885 года в день празднования иконы божией матери скоропослушница в вятки в семье военного чиновника александра анисимова родился второй сын названы во святом крещении николаем а горячей религиозностью проявившийся с детских лет он был обязан своей матери антонине евлампии женщине образованной и в то же время весьма набожной частое пребывание в храме чистая детская молитва все это еще в раннем детстве возбудила в нем желание может быть еще и неосознанное послужить господу в священном сане в этом желании шестилетнего мальчика утвердил местный епископ предсказавший что пройдет время и он действительно станет архиереем еще в юные годы в стенах казанского реального училища произошло его знакомства с архимандритом андреем ухтомским решающим образом повлиявшим на дальнейшую судьбу николая анисимова сразу же по окончании училища он поступил на висионерское монгольско-калмыцкое отделение при казанской духовной академии молитва и усиленные занятия восточными языками под духовным руководством архимандрита андрея все это вольно или невольно приближало его к вступлению на предопределенную ему господом путь дело решил случай как-то сам николай передал отцу андрею письмо содержавшая просьбу прислать на камчатку миссионера и тот совершенно неожиданно благословил свое духовное чадо на это служение 17 апреля 1907 года 22-летний николай анисимов принял монашеский постриг с именем место вскоре он был рукоположен в аэродьякона а через несколько дней в аэромонах получив благословение от отца и она кронштадтского в том же году отец нестор выехал месту своего будущего служения за несколько лет неустанной работы и ромонаху нестор удалось сделать немало придвигая даром любви и терпения открылись души многих камчаталов его проповедь слова божия была успешна тысячи людей пребывавших языческой тьме были им крещены но не буду забегать сильно далеко вперед начнем по порядку свои воспоминания воды канестор изложил в книге моя камчатка к этой книге он написал небольшое предисловие всего мы и начнем прожив более 75 лет я сохранил памяти много интересных разнообразных событий и житейских историй нередко мне приходилось делиться своими воспоминаниями с людьми разного возраста мировоззрения и общественного положения и все они как бы сговорившись между собой в один голос советовали мне написать мемуары когда я в 1907 году юношей отправлялся впервые из казани на камчатку мой любимый духовный отец епископ андрей завещал мне как строгое послушание вести дневник своей пастырской деятельности при всех обстоятельствах я всюду послушно выполнял это завещание нужно отметить что судьба дневника или дневников владыки нестора неизвестно в принятии мною окончательного решения написать воспоминания имели большое значение пожелания и архипастырское указание святейшего патриарха московского и сияруси алексия патриарх алексия 1 симанского и благословения совершить труды по примеру моего небесного покровителя преподобного нехстера летописца несмотря на приколный возраст и слабое здоровье я с искренним воодушевлением решил воспроизвести все то что видел и знал я старался изложить сжато просто правдиво все примечательное что протекала через скудельный сосуд моей жизни не нам господи не нам но имени твоему воздаю я зато за все то милостивое и богатое сокровище доверенное моему ничтожеству перед моего земного бытия я искали сил можно сказать почти всю матушку рус я побывал на трех материтах в европе азии и африки десятки государств сотни городов тысячи населенных пунктов и миллионы людей различных рас и национальностей прошли перед моим взором и куда бы судьба не забрасывала меня я всегда и везде помнил не только о своем пастырском сане но и о высоком назначении русского человека всеми своими поступками и повыслами стремящегося оправдать присущее нашей великой нации чувство сердечного участливого отношения к людям этим настроем и проникнута каждая строка моих воспоминаний я не стремлюсь придерживаться в них хронологического порядка страницы моих мемуаров это только штрихи завесовки былого прошу прощения у читателя если он встретит некоторые повторы углубляющие описание того или иного значительного события надо сказать что владыка местор очень живо описывают не только просто и ясно сразу видится талант литературный талант архипастыря и он проявляется буквально на протяжении всех его воспоминаний и вот начало заря моей жизни в забытой тетради забытое слово я все прожитое в нем вижу опять но странно неловко и мило мне слова на образе прежнем себя убедать поэт майков такие строки написал молись дитя за тебе внимает творец бесчисленных миров и капли следства их считают и отвечать тебе готов поэт метить когда я обращаю свой взор в далекое далекое прошлое вспоминаю пору раннего детства мне всегда кажется что я нас лишь открыл окно ранним теплым солнечным утром воспоминание детства ослепительно яркий и распахнувшийся в памяти мир чист сверкающий заманчив словно а вы ты летним дождем сад родился я в 1885 году 9 ноября по старому стилю городе вятки в исконно русской православной семье мои прадеды и деды по отцовской линии были русскими воинами и в различных чинах и званиях они верой и честью не за страх а застове служили любимому отечеству были участниками воин против иноземных захватчиков не раз нападавших на русь а также освободительных войн за избавление братьев славян от турецкого ига мой отец и его братья были первыми в нашей родословной получившими среднее и высшее военное образование я вспоминаю своего отца александра александровича в должности чиновника котельнического батальона квартировавшего готов вятки то в казани впоследствии котельнический батальон связи с его столетиям был преобразован в свияжский полк где отец и мой единственный брат и лари прослужили до 1917 года отец принимал участие в русско-турецкой войне 1877 78 годов а также во всех последующих войнах в боях он неоднократно был ранен и контужен имел орденские боевые знаки отличия скончался отец 1921 году вятки в чине статского советника в отставке брат мой лари по окончании реального училища обучался московском алексеевском военном училище после его окончания был произведен в офицеры и служил свияжском полку где помимо воинских качеств проявил себя моралистом интересное качество воин и вот говорит о его как бы еще дополнительно в служении воды конвестор несмотря на офицерское звание он читал солдатам лекции о пользе и значении нравственности выражающийся в уважении к человеческому достоинству в личной моральной устойчивости каждого человека он убедительно говорил о вреде курения и пьянства предостерегал от пагубных последствий неустойчивых в нравственности людей от разврата разнузданности и от всевозможных наркотических злоупотреблений проводились эти лекции с одобрения начальников не только в полковых ротах но и в учебных заведениях на фабриках и заводах его приглашали в другие города и селения поволжья у брата было много последователей и друзей среди различного контингента людей различных сословий ценивших в нем заботливое отношение к человеку некоторые из них здравствует и в письмах ко мне поныне и с особенной любовью вспоминают его дорогое или для меня он не только брат но и близкий друг с которым из детских лет жили в дружбе и любви разница возрасте у нас было всего один год мы очень многим обязаны нашей незабвенной матери она научила нас уважать и любить людей быть полезными для общества и родины на том поприще которое мы изберем вступая самостоятельную жизнь а себе знаю что родился я химым болезненным ребенком еще с младенческого возраста неоднократно бывал при смерти однажды столь критический момент для меня был даже приготовлен гробик но волею божию я выжил такое бывает случается мои первые воспоминания связаны с посещениями кафедрального собора помню меня тогда еще совсем маленького водили церковь бабушка или мама мы шли по тенистым тихим улицам над нами голубело небо а над городом протяжно гулко плыл колокольный благовест под каменными сводами собора в мерцании свечей и разноцветных лампад мою впечатлительную детскую натуру восторгали богослужебные обряды умилительное пение архиерейского хора и служение самого архиерея неудивительно что будучи мальчиком я часто в нашей детской комнате изображал священнослужителей совершал службы устраивая себе подобие архиерейской мантии митры и облачения я хочу конечно и свои воспоминания детства тут немножко привести мы тоже с братьями устраивали богослужения насколько я помню вы нас плащеницы кавычках конечно я это беру причастие в кавычках тоже вот мы три брата у нас по полтора года разница между нами подряд мы вот так вот в троем и совершали кодила дома было мы тоже это использовали но у нас конечно не было архиерейского анти подобия митры и облачения меня и брата с детских лет приучали молиться по утрам и носом грядущий стоя в детской комнате на коленях перед образом озаренным светом лопада я молился вслух так боженька сделай меня архиереем боженька дай здоровья маме папе брату ларички крестной бабушки и моей собачке ландышку ландышки такова была моя наивная детская молитва однажды когда я был уже шустрым мальчуганом бабушка повела меня на архиерейское богослужение вятский мужской монастырь какой-то неземной восторг охватил мою душу еще не искушенную житейской мудрости когда я вместе с бабушкой в конце литургии подошел благословляющему архиерею поцеловать святой крест воды к варсонофе указывая на меня спросил кто это мой внук ответила бабушка он будет архиереем предрек ладыка куда ему такому озорнику незлобиво возразила она а я тебе говорю повторил епископ варсонофе он будет архиереем этот знаменательный диалог вспомнился мне с особенной яркостью в связи с тем что в этом 1961 году время написания воспоминаний исполнилось 45 лет моего архиерейского служения но тогда на заре моей жизни в годы безмятежного детства мальчишеской резвости это утверждение прозвучало странно как-то будучи еще совсем глупыми малышами мы с братом нашли в детской комнате спички на виду в это время никого из взрослых поблизости мы начали поджигать бумагу затем деревянные игрушки все что попадало нам на глаза мы передавали огню бросая горевшие предметы на сундук стоявшую стены сами мы сидели на этом же сундуке восхищаясь огнем и особенно весело смеялись когда пламя поднималась выше нас детские шалости когда дым начал расходиться по всем комнатам прибежал денщик отца вытащил нас из огня и принялся тушить пожар вернувшиеся отец и мать обронили нас но не били а поставили в угол на колени это наказание считалось нашей семье позорным и поэтому действовала к исправлению в детстве мне почему-то казалось что отец любит моего старшего брата и лария больше нежели меня по видимому в этом была доля истины перед моим рождением ему очень хотелось иметь дочь одни наших детских торжеств именин рождения пасхальных и рождественских праздников отмечались тем что более ценные подарки например велосипед футляр с красками или разные складные деревянные или металлические наборы отец преподносил браку а мне обычно серебряный пятачок мое огорчение видели братик и мамочка а потому особенно нежно ласкали и утешали меня в этот день один раз отец подарил мне красивую коробку которой лежали шоколадные шары и кемли я был в восторге а папа обнял с детской радостью и горячо благодарил затем мы с братом весело играли в эту шоколадную игрушку что же касается матери то ее отношение к нам детям было всегда одинаковым ласковым сердечным ровным она терпеливо прививала нам веру в бога и любовь к ближним несомненно под ее влиянием и лари стал моралистом просветителем народных масс а я вырос глубоко верующим человеколюбцем умело вдумчиво и сердечно воспитывали в нас религиозные навыки обе бабушки по материнской и отцовской линии одна из них моя крестная была женой протеерея и в лампе отца моей мамы другая жена моего дедушки со стороны отца была родом из солнечной молдавии дедушка во время русско-турецкой войны сражался в рядах воинов под командованием прославленного российского полководца александра васильевича суворова принимал участие в штурме и взятии измаила по окончании войны он женился на местной красавице молдаванки и вскоре привез ее в бятку это статная величавая старуха вспомнилась мне с особенной яркостью летом 1956 года когда я по благословению святейшего патриарха московского и всея руси алексия и высокопреосвященнейшего бориса митрополита одесского и херсонского совершал поездку и богослужения в городах и селах молдавии детство моё проходило в скромной русской христианской семье с прочными моральными устоями с переходящими из поколения в поколение благонравными обычаями память не оставила ни одного случая детской ссоры или грубых споров среди родных замечательная семья пример для многих-многих бывало если вы расшалимся и ведем себя шумно мама как и отец никогда не бившая нас произносила с кроткой улыбкой ох детки как вы мне надоели со своим шумом лучше бы вас не было тогда мы оба ложились на разные диваны сложив на груди руки закрывали глаза и каждый объявлял маме я уже умер мама напуская на себя серьезный вид отвечала обычно ну вот и хорошо и после этого мы уже долго не шалили меня в детстве удречала неприязненное отношение ко мне отца однажды не вытерплив я спросил у мамы в чем причина столь обидного отношения ко мне отца она ответила ласково поглаживая мою голову иногда к прискорбию бывают случаи раздражения отца или матери по отношению к ребенку но это скоро проходит мать была права много лет спустя когда я в 22 летнем возрасте принял монашество и в сане ермонаха из казани добровольно отправился на камчатку отец изменил лучшую сторону свое отношение ко мне он стал неузнаваемо ласков и добр его письма ко мне всегда были проникнуты глубокой любовью сердечным участием и вниманием также хорошо отец относился ко мне и позднее когда я приезжал в командировке в тогдашний петербург где недолгие дни пребывания в родной семье меня умиляла отцовская привязанность он ни на минуту не отходил от меня и искренне горевал если я отлучался по делам на несколько часов таких случаях отец стоял в задумчивости у окна с нетерпением ожидая моего возвращения действительно удивительно если это перемена была то удивительная перемена отношение к сыну после монашеского пострига несения и миссионерского служения конечно я уверен что отец его и до этого любил и после отцы по-разному проявляются у любовь в чем была причина столь резкой перемены в настрой отца я до сих пор затрудняюсь сказать что повлиял на него то ли мой постриг весьма трогательный и много значительный обряд на котором присутствовали родители то ли внезапное решение посвятить себя полное лишение и трудностей священнослужительской деятельности на далекой мало тогда освоенной и обжитой а мне почти неизвестной камчатку не знаю но во всяком случае я уверен что эти знаменательные в моей жизни события произвели полный переворот в душе отца как военный он не отличался особой религиозностью и заходим в церковь два-три раза в год закончу воспоминания детских лет описанием нескольких моментов характеризующих основы формирования моего характера я любил молиться за покойников близких и незнакомых мне достаточно для меня было увидеть стоящий в церкви гроб с усопшим как я спешил окольными путями узнать его имя и бежал затем в монастырскую книжно-иконную лаву между прочим продавцы в ней монахи были моими друзьями они доверяли мне некоторые товары в долг я же со своей стороны добросовестно и своевременно уплачивал его в ней я брал или небольшую иконку святого по имени покойника или маленькое евангелие на оборотной стороне которого писал богу письмо я с детской наивностью просил всевышнего простить грехи усопшего и меня колю не забывать своей милости будучи совсем маленьким мальчиком я завидовал подросткам которые прислуживали в алтаре однажды во время богослужения мне удалось пробраться в алтарь там я завладел кадилом и с благоговением подал его священнику это был один из счастливейших дней моего детства любил я нищих старух и охотно с большим усердием помогал и сердечным участием слушал их рассказы о горестном житье бытие одна слепая старуха из чувства благодарности за то что я часто бывал ее поводырем говаривала даст тебе бог миколенька сто лет жить и сто рублей нажить при наступлении лета мама с нами детьми переселялась деревню и мы жили общей жизнью с крестьянами мама вместе с ними разделяла работу и дома и в полу тогда я и брат увидели бедную горемычную жизнь и тяжелый труд деревенского люка впоследствии со взрослым человеком и осмысленно воспринимая жизнь я понял что правильное семейное воспитание в духе человеколюбия также героический дух моих предков защитников родины заранили в сердце мою энергию и неугасимое стремление облегчать участь страдающих от житейских невзгод людей это облегчало мой путь священнослужения во многих уголках вашей необъятной отчизны а также за ее пределами это укрепляет меня и поныне веселые годы счастливые дни как вечные воды промчались они в одной из народных песен есть такие волнующие слова они очень верно характеризуют эту поистине неповторимую безвозвратно улетевшую замечательную пору жизни незаметно беззаботно промелькнуло мое детство но увы и дети далеко не все растут счастливыми впоследствии созданном мною приюте для 300 детей от младенцев до юношеского возраста я узнал что такое сиротство и горемычная нищенская жизнь скажу откровенно жутко а порой страшно вспоминать жизнь тех детей которые которых довелось мне подбирать в холупах и ночлежках для моего дома милосердия и трудолюбия и вот уже оживают в моей памяти годы юности годы учения в реальном училище с первых классов я проявил себя неизменно верующим лигию религиозно настроенным отроком когда я дома садился за уроки у меня выработалась привычка вкладывать в учебник или тетрадь бумажный образок с изображением прославляемого церковью на завтрашний день святого на оборотной стороне образка обычно было напечатано краткое житие святого удивительная конечно для юноши привычка не вспомню чтобы встречал что-либо подобное описание какого-либо другого подвижника действительно достойно внимания такое это говорит о действительно чистой вере ребенка говорит чистоте души и о старании по духовном старании я считал своим долгом внимательно прочесть и запомнить знаменательные моменты благочестивой жизни угодника божия затем ставил образок в киот с иконами перед которыми всегда горела неугасимая лампана удивительно нередко отец заходил в нашу детскую комнату где я и брат готовили уроки зная мои наклонности он брал учебник или тетрадь и извлекая припрятанный образок делал мне замечание поля ты опять подтасовал себе святого и не учишь уроки однако после приготовления уроков отобранный образок отец возвращал в годы обучения в реальном училище моими любимыми предметами были закон божий география и естественная история математику я не любил почтенный наш законоучитель протеерей николай варушкин прежде чем начать урок закона божия возглашал обращаясь к классу очередной богачтец на этот призыв обычно выходил я нередко тем самым выручая одноклассников не знавших молитв а я сообщал отцу николаю кого нет в классе наконец на вопрос каких святых вспоминаем сегодня обстоятельно внятно сообщал краткое жизнеописание чтивого в данный день святого иной раз по просьбе учеников желая переключить внимание законоучителя собиравшегося вызвать кого-либо в том числе и не знавших урока я задавал хотя и несколько отвлеченный какой-либо вопрос религиозного характера отец николай довольный поворотом разговора откладывал журнал в сторону и объявлял сегодня я спрашивать не буду как были благодарны одноклассники поле они смогу займемся разъяснением заданного они самому вопрос только прошу не мешать не шуметь кто не хочет слушать уходите из класса тогда до перемены обычно выходила не менее 1 3 учащихся зато оставались те кто интересовался религиозными рассуждениями батюшки и даже караимы и евреи вот интересно что вот православного священника оставались да вот слушать караимы одно из тоже таких иудейских направлений будучи глубоко религиозным я не чуждался дружеских взаимоотношений с одноклассниками и вообще со святниками всякие игры веселья песни танцы и музыку я люблю что я не любил и не умел это лазить по деревням по крышам ловить и убивать птиц бороться и драться старших классах реального училища я увлекался чтением произведений русских классиков это заметно по тому как сам владыка мест она излагает свои воспоминания конечно интересовался читал то это конечно отразилось и на его стиле изложения захватывающим интересом и глубоким волнением я прочел романы достоевского федора михайловича я восторгался мастерством певца русской природы тургенева не восхищался читая незабываемые страницы гоголя из поэтов любил и часто перечитывал пушкина лермонтова державина опухкина но властителям моих дум был да и теперь остается федор михайлович достоевский герои его бессмертных произведений всегда служили и служит для меня примером веры в бога любви к людям и родине но все же самым главным в моей юности было искание правды божией любовь православию и нашей церковности в этом я находил удовлетворение это помогало отрешаться от первых жизненных невзгод к разъяснению этих глубоко волнующих меня вопросов я не любил подходить с философской точки зрения считая философское умствование лишенным сердечности и перегруженным холодной рассудочностью часто приводящий к ошибкам или даже в тупик вот почему я никогда не был поклонником философского творчества великого художника но слабого мыслителя толстого льва николаевича дает свою оценку краткую меткую я всегда отдавал ему должное как гениальному писателю автору многих прекрасных произведений исключая его своеобразное религиозное умствование доведшие его до дерзновения отрицать евангельское христово учения своим бездоказательным толкованием подчас кощунственным и оскорбительным для чувств верующих я всегда сыном неблагодарностью и благоговением вспоминаю светлое для меня имя дорогой моей матери весь наш род со стороны матери был духовного звания добрая одаренная природным умом мама с детских лет воспитывала в нас веру в бога и его святых угодников она научила вас уважать и любить людей независимо от их положения в обществе под любящим заботливым материнским влиянием по мере нашего возрастания сердце каждого из нас ее сыновей утверждалась в религиозно-нравственном направлении и согласно с разумом устремлялась на избранные по призванию жизненный путь в дни своей юности я редко бывал в театрах но из опер наиболее сильное волнующее впечатление произвели на меня иван сусанин когда первое видимо название этой оперы была жизнь за царя дальше руслана людмила мазепа они не только ласкали мой слуг но и радовали сердце величием духа русского народа нравились мне пьесы островского на тему купеческого быта так правдиво и остро выявшего специфические черты купеческого и других слоев русского общества ну и дальше еще владыка говорит о том что на что он обращал внимание такие пьесы и вот даже под влиянием пьесы максима горького на дне он пишет во мне зародилась мыть ознакомиться с существовавшими тогда ночлежными домами для обездольного людо богодельными для престарелых и инвалидов и с бедственным положением заключенных тюрьмах куда я ходил в большие праздники на пасху рождество христово новый год дни памяти святителя николая вот какое удивительное влияние оказывали такие произведения деятельное участие соучастие сострадания те кто оказался тяжело положение либо инвалид престарелые обездолен или вот вот что значит такая вот живая религиозная верующая православная натура во время революционных событий 1905 года я был свидетелем суровой расправы полиции со студентами казанского университета под впечатлением от происходившего я добился свидания жившим вблизи университета богатым коммерсатом из елобуби иваном григорьевичем стахеевым и выпросил у него денег для передачи арестованным стахеев вручил мне завернутые бумагу золотые 10 рублевки и я отнес их к тюрьму я страдал от того что не имел своих денег для оказания помощи несчастным людям но меня удешала доброта матери которая через меня и брата помогала бездомным наблюдаемая мною жизнь бедняков их лишения натолкули меня на мысль когда я был архипастерем хорби не создать для неимущих людей дом презрение что я и осуществил благодарю за внимание за на сегодняшний день начало цикла лекции по пути миссионерскому пути святительскому пути владыки местора благодарю вас отец алексей и очень хорошо что рассказ о миссионере вы начали самого детства мы все отмечаем что насколько важно семейная обстановка и благочестие предков как это влияет на детский характер и вот я что-то кое-что отметил он говорит что восторгали церковные обряды служение архиерея ну и конечно песнопение все убранство все благочестие церковного народа но от нас с вами как священнослужителей зависит конечно как мы устроим службу хочется чтобы человек даже случайно зашедший в храм даже на буднях слыша песнопение благоговейное спокойно а также правильное чтение молитвенное остался до конца службы чтобы на всех производила впечатление вот церковная служба важно отметить что читали дома утренние вечерние молитвы во время уже не все читали но и сейчас бывают случаи что не читают вот какое великое оказали влияние своим воспитанием правильным православным обе бабушки сейчас зачастую старшее поколение жалуются на молодежь но ведь и бабушки сейчас не те которые были раньше раньше бабушки были носителями удивительной мудрости мудрости православной мудрости народной сами претерпели очень много скорбей страданий но душой своей просвещались это просто были таким светлые заботливые во всем бабушки также отмечается хоть и хорошее качество отца но в то время два-три раза в год офицеры ходили в храм церковь дело в том что тогда отмечались списки велись кто причащался кто говел и вынуждены были ходить в храм все-таки офицеры но видите считали что нет необходимости каждое воскресенье посещать богослужение мы из-за этого тоже много что потом бедственного случилось и с русской армией и самой россии еще хочется обратить внимание любимый день моего детства пишет святитель когда подал первый раз ходила как он пришел от этого восторг и мы помним то в юности в детстве начинал пономарить какое это было какие были торжественные моменты сейчас у нас как у священнослужителей прислужит алтарники отроки юноши и как важно чтобы они тоже видели благоговение в алтаре молчание молитву особенно во время всеночного бдения бывает что кто-то разговаривает в алтаре этого делать конечно не нужно нужно следить за тишиной в алтаре потому что нужно слушать читаемое вникать в смысл и молиться вы знаете мы недавно собирали всех панамарей с нашей епархии проводили с ними беседы и хочется чтобы на местах когда они разъехались уже ваши храмы тоже впитывали благочестие желание жить такой же жизнью служить богу священническом сами вот создал позднее гораздо уже за ней святительство своего воды канистер дом милосердия и трудолюбия но в идеале в каждой епархии должны быть такие дома в планах у нас есть но посмотрим как бог даст ну и хорошо сказано про русскую литературу я допустим не удивился многому что перечислено но удивился правильной реакции на роман на дне потому что собственно был написан для того чтобы возбудить ненависть межклассовую и показать что самодержавие себя изжило православие не помогает и что-то делать социальным устройством страны лучше всего заниматься террором революции но вот насколько правильная реакция верующего человека он в этом увидел описание жизни бедняков которым конкретно он может помочь и поэтому стал искать такие места и чем мог помогал вот что значит как старец поиси говорит очень важно какой мы имеем помысл одну и ту же ситуацию разные люди воспринимают зависимости от своего сердца от настроя благодарим вас отец алисей и ждем на следующей неделе еще рассказ о дальнейшей жизни и трудах конечно если господи владыка спасибо